Всем халлофти, дорогие друзья у микрофона, как обычно, Дамриэля, добро пожаловать на новый ролик. Сегодня мы посмотрим на очередную инди-головоломку-убивалку времени Storyteller. Суть игры заключается в том, что нам нужно составлять сюжеты. В общем, сейчас сами всё увидите, я уже немного так пощупал игру, мне она, ну, понравилась, у неё есть, я думаю, перспективы. Итак, давайте начнём. Сразу вот мы как запускаем игру, сразу нас это менюшка. Здесь никаких настроек нет, ничего нет, вот нажимаем на книгу. Вот, смотрите. Так, вот это начальная часть книги, ну, ничего интересного, вот. Часть первая. Любовь, энд, типа, потеря, сюжет типа того. В общем, здесь четыре варианта, я вижу, есть. First Love, первая любовь, Broken Heart, разбитое сердце, Reject Heart, это что-то там, воссоединение сердца, что-то типа того. И Healing Heart, лечащее сердце. Вот Broken Heart я уже прошёл, давайте я вам ещё раз пройду, покажу. В общем, видите, здесь вот есть наборы этих элементов, типа сюжета. Нам нужно их правильно сложить, чтобы получить вот такую коронку. Всего их 13. Тут вот, смотрите, мы ставим вот типа церковь. Тут вот Альберт и Джульетта поженились, всё у них прекрасно, всё круто. Так, а здесь, ну, кто-то умер, ну, давайте вот так вот. Всё. Вот мы собрали вот эту историю. Так, давайте первая любовь посмотрим. Это у нас, я так понимаю, даже, наверное, больше обучающая глава. Так, вот сюда мы ставим Альберта. Типа тут, видите, сердце у него, ну, типа, а, всё грустно, там, туда-сюда. Вот, вот. Встретились с Джульеттой, всё, у них любовь, мы получили корону, отлично, едем дальше. Так, Реджект Хёрд. Тут у нас, смотрите, барон есть из персонажа Элеонора, Альберт и локация церковь. Интересно. Тогда получается вот, наверное, вот так, вот так. Вот они типа тут Альберт и Леонора такие, всё у нас хорошо, там, ха-ха-ха. А вот барон потом, наверное, ушатал Альберта. Да, он. А, ну это типа, ааа, это типа они соперники, скорее всего, вот, в этом контексте. Ну, корону нам, тем не менее, дали. Давайте дальше. Блин, ну игра прикольная, на самом деле. Так. Здесь у нас, смотрите, есть локации церковь, кладбище и три персонажа. Эдгар, Элеонора и Легия. Чё-то типа так. Ну, наверное, смотрите, вот так. Ну-ка, а если, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. О-о-о. Так, а здесь, окей. Типа там, Элеонора изменила Игерии. А, отказала, смотрите-ка, она ему отказала. А потом... Так. Допустим, она умерла, Элеонора вот так. Нет, смотрите-ка, это неправильно. Окей, давайте ещё раз попробуем. Типа, а в чём смысл здесь должен быть, я не понимаю. А-а-а-а. Я понял, вылечившееся сердце. То есть, смотрите. А вот Эдгар, например, оплакивает Элеонору. А, стоп. А, нет, всё, я понял, смотрите. Эдгар женился с Элеонорой. Потом Элеонора отошла на тот свет. Потом он встретил Легию. О-о-о. А-а-а. Хе-хе, прикольно. Так, всё, первая у нас выполнена, кстати, тут сколько? Три части доступны, но это, видимо, вот на всю демо-версию. Вот 4 из 13 у нас коронки. Вот эта вот шляпка-шута, я не знаю, что делает. Так. Давайте со второй. Драма. Интересно. Так, это я тут пробовал тыкать, я думаю. Ой. Так, смотрите, у нас здесь церковь, кладбище и типа небеса. И Эдгар, и Элеонора, и Легия опять. М-м-м-м-м. Интересно. Допустим. А-а-а. Допустим, ну начнём с того, что Эдгар с Элеонорой поженились. Потом, блин, просто я не понимаю, ну хрена здесь 6 квадратиков. Это же бред. Ну ладно, потом давайте по стандартке. Элеонора отъехала на тот свет. Ну-ка здесь чё можно. Вот, она типа там. А-а-а. Потом Эдгар с Легией мутит. Типа, а потом давайте Легия тоже, короче, отъезжает и тоже идёт на небеса. Нет, это не работает. Так, давайте, уходите, уходите. Просто странно, кто здесь на небесах должен быть? Ну, типа... Блин, а вот здесь уже реально сложно становится на самом деле. Так, ну вот, например... М-м-м, блин, нет, давайте, короче, пока скипнем её. Давайте же дальше. Так, вот, ну здесь уже попроще. Выпила яд. Ага. Короче, смотрите, я, походу, понял. Здесь Эдгар, Элеонора и Легия. Короче, одна, походу, отравила другую, чтобы замутить с Эдгаром. Блин, вот это прям Санта-Барбара. Ну давайте, например, Эдгара у нас, как всегда, с Элеонорой замутил. Потом. Яд. А... А, подожди, а кто выпил? Она должна, наверное? Нет. Так, а если, ну... Нет. Стоп. Идея, кто-то должен отравить. Если я правильно понимаю, но здесь, видите, один персонаж. Райт клик, то... Ну, кажется, что это даёт. А, стереть. Блин, ну смотрите, ну чисто логически. Не может же быть сначала яд идти. Вот, видите, она с вопросительным знаком показывает. Типа, ты что, дебил? Потом, ну вот так, например. Ну это вообще бред какой-то. Блин, а вот со второй главы реально сложно становится. Так, выпила яд. Выпила яд. Ну, блин, ну логично же, что сначала кто-то с кем-то замутил. Ну, как я понимаю. То есть здесь Элеонора, ну в моём случае, да, должна, по идее, отравить вот эту мадам. Ну, либо Эдгара, если у них там, ну, вы понимаете. Вот, ставим яд. Ну, так же и должно быть, правильно? Ну, почему? Вот, они все показывают вопросительный знак. Может быть, ну-ка, стоп, окей. Уберись. Давайте начнём с того, что вот так. Потом вот так, вот так, вот так. И яд ещё раз. А-а-а. А ну-ка, например, так. Она ему разбила сердце, потому что она, типа, любит легию. И потом он выпил яда. Хо-хо-хо. Хе-хе, крутяк. Так. Так. Трагическая любовь. Дабл сэлф-поизинг. А-а-а-а. Это, короче, походу, что-то, наверное... Так, ладно, допустим, давайте начинаем. Вот, они поженились. Эдгар и Леонора. Потом. Эдгар выпивает яд. А, позвольте, нахрена ему выпивать яд? Всё же хорошо. Допустим, вот так. Давайте умирает Леонора. Ну, Эдгар такой с горя думает. Ну, типа, всё. Кобзда. Выпиваю яд. Вот. Он выпил яд. Потом. На небесах. Она. Леонора. То есть, и Эдгар на небесах. А чё в конце-то должно быть? Ещё раз поженились? Нет, ну это дичь. Так, давайте по порядку. Ну, по-любому, история должна начаться с того, что Эдгар и Леонора поженились. Вот, у них всё круто, всё прекрасно. Но, в какой момент, допустим, давайте, умирает Элеонора. Эдгар такой, да, всё хреново. Элеонора на небесах. Такая, ааа, всё, я улетела. Эдгар. Думает, что, типа, всё. Ну, это всё нафиг. Выпью яда. И уходит тоже на небеса. И потом они опять женятся? Нет. Это нихрена не работает. О, прикольно. Оказывается, при... Ааа, нифига, может, здесь призрак должен быть, типа? Ну-ка, смотрите, допустим. Так, убираем это всё нафиг. Они поженились. Потом... Ну, по-любому, кто-то должен потом отъехать. Ну, потому что, например, смотрите, нет смысла Эдгару выпивать яд. То, что всё же хорошо, хорошо. Значит, кто-то должен умереть. Умирает Элеонора. Я, кстати, заметил, что я всегда женщин хороню. Так, ну ладно. Вот, он такой расстроенный. Типа, всё фигово. Она уходит сюда. Потом она к нему приходит. Оп. Хе-хе. Так, ладно. Но туда был селф-поизн. То есть они... Блин, в смысле, они что, типа, вместе отравились и ещё? Ладно, давайте. Она улетела туда. Или нет? Или давайте сразу яд, например, Эдгар, пошёл траванулся. Сюда ставим. Вот она здесь. Эдгар тоже здесь. И потом... Они поженились, нет? Вот, вот смотрите, вот так должно это быть. А вопрос, как к этому прийти? Типа, вот они призраки, и они там влюбляются друг в друга уже в конце. По призраками. Блин, вообще... Жесть какая-то. Короче, друзья, я понял, как эта хрень работает здесь. Смотрите, в общем... Поженились, значит, Эльдар, Эдгар, вернее, и Элеонора. Потом, допустим, Элеонора... Ну или... Нет, давайте всё-таки по традиции уже, пускай у нас вот так будет. В общем, Элеонора умирает. Эдгар такой с горя. Бахну я, да. Всё, он умирает. Потом, смотрите, здесь Элеонора, типа, воскресла. Типа, воскресла. Это, как оказывается, вот эта хрень, это воскресание. Бред, конечно, но ладно. Вот, и она видит, короче, что Эдгар того. И решает ещё раз бахнуть яда сама. Вот, типа, достижения дали Ромео и Джульетта. Вот так вот. Так, давайте разберёмся всё-таки с драмой. Что вообще там? Так. Ну вот... Блин, ну вот правильно же так должно быть? То есть, Эдгар, например, с Легией женился. Типа, всё у них круто, всё прекрасно. Потом... Мы же помним, что вот это воскрешение, поэтому сейчас, я думаю, может быть, пойдёт получше. Так. А, нет, стоп. Чё я ставлю-то? Легия у нас следом помирает. И Эдгар такой расстроенный. Но потом... Эдгар находит Элеонору. Типа, всё у них круто, всё прекрасно. Но потом воскресает, получается, Легия. Так, я понял. И... Она идёт к Эдгару. А Эдгар такой, типа, говорит, не-не-не, у меня уже есть Леонора. Так. И потом, по идее, кто-то из них должен умереть, если я правильно понял. Так. Эдгар. И, наверное, Элеонора. О! О, как. Жесть. Друзья, признаюсь честно, пришлось чуть-чуть подгуглить, потому что, ну, тут прям очень сложно. Так. Но здесь, я думаю, будет всё просто. Эдгара и Элеонора поженились. Они любят друг друга, там все дела, туда-сюда. А барон такой, типа, говорит, я хочу. Она говорит ему, не-не-не, у меня есть Эдгар. И потом, короче, барон решает замочить Эдгара. О! Всё. Хе-хе-хе. Так. Кто у нас здесь? Церковь? Ну, наверное, по старинке, как обычно, Эдгара и Элеонора поженились. И, я думаю, смотрите, если здесь вот... А ну-ка, вот это что? Это, типа, садишься и пьёшь. А-а-а-а! То есть, смотрите, здесь, короче, смысл в чём? Эдгара и Элеонора любят друг друга, поженились, всё у них круто, всё прекрасно. А барон такой говорит, типа, не... Кстати, ну-ка, а если... Давайте так, например. А-а-а... Эдгар... А если Эдгар с бароном? Во! Хе-хе-хе. Так, и, например, барон и Элеонора. Такая чистая мужская любовь. Хе-хе-хе. Вот, и, короче, барон отвергает Элеонору. Так. И, по идее, кто-то должен кого-то отравить здесь, как я понял. Стоп. Разве... Почему? Вроде бы же нет. А, не, походу, друзья, это не работает. Я хотел просто сделать барона... Элеонору плохим персонажем, а только, видимо, барон может, смотрите, вот. Сейчас, короче. Давайте заново. К сожалению, не получилось у нас. Так. Эдгар и Элеонора поженились. Барон такой говорит, типа, давайте ко мне. Она говорит, не, у меня есть Эльдар, блин Эдгар. Вот. И барон такой вот, видите? Опа, такой задумал, а, надо его, короче, того. Разбавил. Потом Эдгар пьет. Вот. И, получается, Элеонора мутит с бароном. Вот же ж прожмандовка, а. Ну, блин. Так. Вторая часть готова. Давайте, третья. Монстр. То есть у нас здесь будут монстры. Да, о, Адам и Ева. Давайте. Только Адам и Ева тут, типа, ну, у них все хорошо, все прекрасно. Потом, так, змея, да, с яблоком. Получается, Ева схавала. Так, потом яблоко дала Адаму. Адам такой, типа, да, да, все прикольно. И потом их, оп, и оп. Да. И можно смотреть вот так по приколу еще. То есть достижения дают даст-у-даст. Так. Вампиры. Так, что здесь у нас? День. Ага, тут я понял, ну-ка. Джонатан и Мина. Повлюбляются, все у них прикольно. А ночью Мина встретила Драгулу. Он ее грызанул. И сделал вампиром. Потом такая Мина. Пойду-ка я посмотрю на Джонатана. Опа. И все. На солнце она того. Блин, друзья, прикольная игра на самом деле. Но некоторые головоломки, ну, прям очень, мне кажется, тяжелые. Так, здесь у нас, что у нас получается? Крипта, профессор, ночь, Дракула, Мина, Джонатан. Так. А если вот так? И типа... Ага. Грызанул, значит он ее ночью. Потом крипта. Дракула... Ну, с ней получается теперь, да? Ага. Так. Профессор какой-то есть. Профессор, типа, Джонатан, рассказывает о каком-то вампире, я так понимаю. Потом... Так. А-а-а! Он ему дает, короче, кола, говорит, вот этой хренью можно его задушить. Все, я понял. И он идет, короче, его того. Потом опять профессор и Дракула приходит к нему. Типа, бред какой-то. И потом тело здесь вот такая. Вот часто я не понял, друзья, вообще, вот насчет этого сюжета. Если вы поняли, напишите вообще, в чем здесь прикол. Ну, типа, этот дал им лосиновый кол, говорит, иди сикани Дракулу. Он пошел сиканул. Дракула приперся к профессору. И в конце тело такая счастливая. Короче, еще бред. Ладно. Так. Куин Мариес. У нас тут, смотрите, королева появилась. Ну, королева с бароном замутила, как я понял. Да. Блин. Так. И типа... А, он ее принудил и посадил в клетку. Потом вот здесь такая вот хренатень. Он одел... А-а-а-а, я понял. Смотрите, тут, короче, прикол в чем. Королевы барона отвергла. Он такой, типа... В этот самый ее посадил в клетку. Переоделся в костюм дракона. Потом, типа, дракон... Так, дракон освободил. Очень странная история. И потом они, типа, женятся. А-а-а-а. Блин, это дичь. Смотрите, здесь получается... А-а-а... Королева отвергла барона. Барон посадил ее в клетку. Переоделся драконом. В облике дракона спас ее. И они поженились. А-а-а. Блин, дичь, короче. Так, вот. И у нас, смотрите, открылась вот эта шляпка шута. Я так понимаю... Вот. Да, нам несколько вариантов еще дается, типа, как... Из трагедии в комедию переделать. То есть, нужно смотреть им. Все, вот эту первую так и оставляем. Потом Эдгар с Легии... Отвергает, вернее, Легию. И потом Элеонора хоронит его. Ну, эпизм, конечно. Ну, ладно. Так. А-а-а... Так, 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 так. Вот еще. Трагическая любовь. У нас здесь, смотрите, тоже первая остается, по сути. Так, здесь мы ставим... Что тут у нас? Кладбище. Получается, она отъехала. Элеонора. Этот выпивает яда. Элеонора воскресает. Элеонора воскресает. А-а-а... Чего? Нет, Эдгар воскресает. И... Еще раз выпивает яд. Еще можно вот так, смотрите, оп. Бред. Это так, видимо, знаете, чисто, когда уже прошел игру, порохнуть, чтобы... Так, здесь у нас... В принципе, все остается почти то же самое. Только... Здесь мы ставим, типа, Элеонора выпивает яд. И они уже призраками поженились. Во. Блин, ну... Игруха прикольная очень. Так, Генезис. О, вот здесь, друзья, мне при... Вот здесь я гуглил тоже. Здесь прям очень прикольно, смотрите. В общем, Ева кормит Адама еще яблоком. Потом... Ева еще раз его кормит яблоком. Потом здесь просто такая, типа, Ева. И потом вот так. И он, типа, хавает яблоки. Прикольно. Так, и... Чё тут, вампиры, два сценарий, да? Вот этот вот непонятный. Здесь, в принципе, у нас остается все то же самое. Вот только вот эти нижние меняются. Так. Крипта. А, нет, это тоже, по-моему, остается. Крипта. Здесь Дракула. Здесь. Этот опять его тыкает. А, нет, стоп, стоп, стоп. Здесь Мина. И Джонатан ее тыкает. Потом здесь профессор. К нему приходит Дракула. Вот ему показывают чеснок. Потом... Так, потом профессору приходит Мина. Очень непонятный сюжет. Тоже, друзья, напишите, если вы поняли, в чем Приколдес. Так, ну и все, собственно. Это у нас получается вот 13 таких обычных и 6 дополнительных заданий пройдено. Вот такая вот, друзья, игрушка. Пишите вообще ваше мнение о ней, что вы думаете. И если ролик вам понравился, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Дамриэль. Всем гудбайте и до встречи в следующих роликах.